Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире телеканал НВК Саха, передача про авто 14, где мы обсуждаем, поднимаем важные темы, которые касаются правил дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, что нас ожидает в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Открытие вело- и мотосезона. Что грозит водителю, покинувшему место ДТП? Какие поправки с 1 марта 2023 года вступили в правила дорожного движения в отношении проезда круговых перекрестков? Как правильно, согласно ПДД, проехать тот или иной участок дороги? Новая рубрика «На месте» напомнит о правиле «Помеха справа». Повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит радиоведущая Кланура Слепцова. Ну а в начале нашего выпуска мы по традиции предлагаем вам обзор автопроисшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 1 по 7 мая 2023 года зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, где травмированные 15 человек, в том числе пострадали четверо несовершеннолетних. Так, 1 мая в дежурную группу госавтоинспекции поступило сообщение о том, что по Покровскому тракту водитель, управляя транспортным средством марки Toyota Corolla Fielder при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении транспортному средству марки Toyota Premium, движущемуся по главной дороге, в результате совершил столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия прибывшая бригада скорой помощи доставила пятилетнего пассажира Toyota Premium в больницу. Маленький пассажир находился на момент столкновения на заднем пассажирском сидении справа в детском удерживающем устройстве. 2 мая по улице Бекетова города Якутска произошел наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В ходе проверки установлено, что 59-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Noh, следуя по дворовой территории, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая следовала на велосипеде. В результате ДТП девочка получила травмы, закрытый компрессионный перелом позвонков, ушибленная рваная рана правой голени, ушибленная ссадина пальцев левой кисти. В этот же день в 6 часов вечера произошел еще один наезд на несовершеннолетнего пешехода. В ходе проверки установлено, что на парковке возле дома по улице Ярославского водитель на Toyota Alleyon при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, вследствие чего совершил наезд на девушку 15 лет. В результате ДТП девушка получила травмы и госпитализирована в больницу. 6 мая около 6 часов утра в дежурную группу госавтоинспекции от автопатруля Дорожно-патрульной службы поступила информация о том, что замечена автомашина марки Honda Inspire без государственных регистрационных знаков, которая двигалась быстро, нарушая правила расположения на проезжей части, после чего водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на здание по улице Редзинского. В результате ДТП происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пассажиров в больницу. Водитель при ДТП не пострадал. На момент происшествия не имел водительского удостоверения, от медицинского свидетельствования на состояние опьянения отказался, оказал неповиновение, пытался скрыться с места происшествия. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем, как нетрезвый водитель управляет автомобилем, не оставайтесь равнодушными. Проявите активную гражданскую позицию. Сообщите об этом в полицию по телефону 127 дежурная группа госавтоинспекции или в 02 дежурная часть МВД. А мы продолжаем. Напомним, что круговые перекрестки, перед которым установлен знак 4-3, имеют статус главной дороги. Поэтому все водители, уже находящиеся на кольце, обладают приоритетом по отношению к тем автомобилистам, которые только собираются заехать на кольцо. Но с 1 марта 2023 года вступили в силу поправки ПДД и теперь действуют новые схемы проезда круговых перекрестков. Так что же изменилось? Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. С 1 марта 2023 года возможны три варианта проезда круговых развязок. И при подъезде к ним необходимо смотреть на знаки приоритета. В зависимости от их наличия возможны следующие действия водителей. Первое. Если перед кругом нет знаков приоритета, то водители обязаны уступить дорогу тем автомобилям, которые уже находятся на круговом движении. Второе. Если перед перекрестком стоят знаки 4-3, круговое движение и 2-4, уступи дорогу, то водителям необходимо пропускать транспорт на круге. И третий случай. Если подъезжая к круговому перекрестку вы видите знак круговое движение и главная дорога, то у вас будет преимущество. И те, кто движется по кругу, должны будут вам уступить. Третья схема движения встречается на так называемых турбоперекрестках, которые помогают быстро преодолевать круговые развязки. И сегодня она больше актуальна для крупных городов, то есть пока не коснулась Якутска. Если подъезжая к круговому перекрестку будут стоять светофоры. Соответственно, дорожное движение преимущества будет регулироваться светофорами. Так как круговое движение – это по сути своей перекресток, то за невыполнение предписания обновленного пункта 13.11.1 ПДД вам грозит ответственность со штрафом в размере 1000 рублей за неуступление дороги, когда такая обязанность у вас была. Как только в Якутске устанавливается достаточно теплая погода, количество двухколесных транспортных средств на проезжей части значительно увеличивается. Десятки велосипедистов появляются на городских улицах и вливаются в общий транспортный поток. Но многих автовладельцев раздражают велосипедисты, передвигающиеся по проезжей части. Разрешено ли им выезжать на проезжую часть? Вообще, какие правила и запреты на них распространяются? И за что могут оштрафовать велосипедисты? Обо всем этом найти и, соответственно, другие вопросы. Сегодня нам ответит Валерий Атласов, инспектор группы пропаганды столичной госавтоинспекции, младший лейтенант полиции. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что поясним, кто же все-таки является велосипедистом. Велосипедист – это человек, передвигающийся за счет собственной мускульной силы, направленный на вращение педалей, относящихся к велосипедам. Ну, это такая официальная формулировка. Да, и в целом мы все знаем, как выглядят велосипедисты и как они, соответственно, передвигаются. Валерий, скажите, как часто происходят дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов и мотоциклистов? За прошлый год на территории города Якутск, его пригорода, было зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 16 человек и, к сожалению, один человек у нас погиб. Ну, что касается велосипедистов, то для того, чтобы управлять велосипедом, права не нужны. Что же нужно иметь, какие документы нужно иметь мотоциклисту? Для управления мотоциклом нужно иметь при себе регистрацию мотоцикла, техпаспорт, страховой полюс и, конечно же, водительского удостоверения. А какой штраф грозит водителю мотоцикла без нужной категории? Ведь многие вводят мотоцикл, имея категорию B, например, или C. Без управления транспортными средствами, без водительского удостоверения именно категории, то данный водитель будет оштрафован согласно ст. 12.7 Кодекса об административном правонарушении. Там санкции являются от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. А на чем можно ездить без прав и без шлема? Без водительского удостоверения можно передвигаться на велосипедах и также средством индивидуальной мобильности. Мощность двигателя, который составляет 250 ватт. Шлем я рекомендую всем пользоваться, потому что здоровье превыше всего. Ну да, действительно. Если велосипедист тем более выезжает на проезжую часть, то обязательно нужно иметь средства защиты. А разрешается ли велосипедистам выезжать на проезжую часть? То есть часто бывает так, что водители, например, сигналят велосипедистам, что вы делаете на дороге, грубо говоря. Велосипедистам разрешается передвигаться по проезжей части по крайней правой полосе, если не имеется специальных дорожек, ну, либо тротуаров. То есть это, в принципе, в наших реалиях, потому что у нас велодорожек не так много в городе Якутске, да? Соответственно, метр проезжей полосы, да? С крайней стороны, это можно передвигаться велосипедистам. А какой штраф предусмотрен для велосипедистов и что вообще запрещено делать велосипедисту на проезжей части? А если велосипедист нарушает правила дорожного движения, в частности, если он не едет по велодорожке, да, то получишь штраф 800 рублей по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Если к тому же еще водитель велосипеда будет пьяный, то санкции увеличатся до 1500 по части 3 статьи 12.29. Ну, и, наверное, можно напомнить некоторые моменты, какие запрещены, да, велосипедисты. Например, самое, наверное, распространенное – это велосипедисты у нас, по крайней мере, в городе часто проезжают зебру, да, ну, на зеленый сигнал стафора, да, соответственно, вместе с пешеходами, но они не спускаются, да, спешиваются с велосипеда, а просто иногда бывает на полной скорости пролетают по зебре. То есть этого делать категорически нельзя. Перед переходом проезжей части водитель велосипеда обязан спешиться и пройти пешком по пешеходному переходу. Валерий, скажите, вот, ну, достаточно недалеком прошлом, да, то есть, чтобы управлять мотоциклом, нужны были права просто категории А. Сейчас есть права А1, их большое количество, да, разновидностей. Вот, для мотоциклистов какие права существуют и вот какие вот именно категории? Управлять мотоциклом без прав нельзя, нужна категория А, А1, Б, 1 и М. А1А, категория А разрешается управлять мотоциклом с 18 лет, двигателем мощнее 125 кубов. Спортбайки – это круизеры, мотоциклы с коляской. А категория А1 разрешается управлять с 16 лет с двигателем не более 125 кубов. Например, ну, это круизеры. Б1 с 18 лет трициклы и квадроциклы. А категория М разрешается управлять с 16 лет мопеды или легкие такие вот квадроциклы и скутеры. Ну и, Валерий, у вас сегодня есть замечательная возможность в начале мото- и велосезона сказать пожелания нашим велосипедистам, мотоциклистам, которые нас смотрят, и еще раз напомнить о соблюдении правил дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, перед началом сезона убедительная просьба сначала осмотреть свое транспортное средство на наличие каких-либо повреждений. Также не забывайте иметь средства безопасности, такие как шлем, ну и подлокотники, ну и тому прочее. Будьте взаимовежливыми, уступайте дорогу пешеходам, соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а я напомню, что у нас в гостях был Валерий Атласов, инспектор группы пропаганды столичной госавтоинспекции. Спасибо вам большое. Спасибо. А мы продолжаем. Ни один автолюбитель не застрахован от ДТП. Как бы аккуратно он не водил. Но вне зависимости от того, кто виноват в происшествии, нельзя просто взять и уехать с места происшествия. Наш следующий сюжет расскажет обо всех подробностях, что грозит водителю, который покинул место дорожно-транспортного происшествия. В каких ситуациях считается, что водитель покинул место ДТП? Если он уехал после происшествия до того, как прибыли сотрудники ГИБДД или был составлен европротокол, а последний составляется, как известно, в случае отсутствия взаимных претензий и пострадавших. Если оба водителя покинули место ДТП без фиксации, а также если водитель не вернулся к месту ДТП после того, как доставил пострадавшего на своем автомобиле в лечебное учреждение. Не выполнение требований, предусмотренных пунктом 2.5 правил дорожного движения, предусмотрена ответственность по статье 12.27, это часть 1, которая предусматривает наложение штрафа до 1500 рублей на водителя, который не выполнил данные требования. В случае оставления места ДТП ответственность наступает уже по части 2 вышеуказанной статьи 12.27 и водителю виновному грозит уже привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафа, либо вплоть до ареста до 15 суток. На практике первая мера применяется чаще. Арест может быть назначен в следующих случаях, если водитель уже был лишен права управления, если водитель, лишенный права управления или не имеющий прав, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказался от прохождения освидетельствования. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда водитель оставляет место ДТП, даже не подозревая об этом. Это либо незначительные происшествия, типа царапины на парковке, которые можно и не заметить, либо сфальсифицированное ДТП. В случае наступления тяжких последствий, то есть тяжкие телесные повреждения участникам дорожного движения, либо смерть, виновному лицу, который покинул место ДТП, уже грозит непосредственно и уголовная ответственность под лишение свободы. Представляем вашему вниманию новую рубрику, которая называется «На месте». Здесь мы будем рассказывать, как правильно, согласно ПДД, проехать тот или иной участок дороги в городе Якутске и в ближайших населенных пунктах. И сегодня мы обратим ваше внимание на перекресток улиц Ярославского и Истрода. В связи с ремонтом дорог столицы республики, а в частности проспекта Ленина в районе Залога, прежде непопулярные улицы Чепалова и Строда теперь переживают небывалый бум. На большинстве пересечений вышеназванных улиц не установлены знаки приоритета, и некоторые водители забывают об элементарном правиле правой руки. Государственная транспекция напоминает водителям о том, что на перекрестках равнозначных дорог водители обязаны уступать транспортным средствам, которые двигаются справа. То есть, как мы видим на данном перекрестке улиц Ярославского и Строда, водители, которые направляются по улице Ярославского в сторону Строда, при проезде данного перекрестка должны уступать водителям, которые заезжают по улице Строда со стороны улицы Чернышевского в сторону проспекта Ленина. Однако, правило помеха справа будет уже не актуально, если автомобиль выезжает с дворовых территорий на главную улицу. Здесь уступает тот, кто выезжает. С удовольствием хочу приступить к любимой многим нашими телезрителями рубрике, где наши гости проверяют знания правил дорожного движения. И, соответственно, у нас по традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. И сегодня ответит на них певица, тамада и радиоведущая республиканского радио ТТИМ Кланура Слепцова. Кланура, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Ну, у нас традиционный вопрос. Какой у вас стаж вождения? Ну, не более года. А, то есть вы вот буквально... Только буквально недавно брала. Хорошо, ну мы желаем вам удачи, успехов. Так, ну и внимание на экран. Первый вопрос. Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги? Варианты ответов. Одну полосу, две полосы, три полосы. Мой ответ будет одна полоса. Одна полоса. Принято. Следующий вопрос. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте? Варианты ответов. Только по правой, только по левой или по любой. Так, здесь, по-моему, правильный ответ будет только по правой. Только по правой, вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Кто должен уступить дорогу? Варианты ответов. Водитель грузового автомобиля, либо водитель легкового автомобиля. Ну, здесь однозначно водитель легкового автомобиля должен уступить дорогу. Вариант номер два. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Варианты ответов. Разрешено. Разрешено только после проезда перекрестка. И третий вариант. Запрещено. Так, вот здесь ответ как-то спорный будет. И разрешено, и как бы разрешено, но только после проезда перекрестка. Как бы по главной дороге идут. Мне почему-то кажется, разрешено только после проезда перекрестка, видимо. Вариант номер два. Да. следующий вопрос вы намерены проехать перекресток в прямом направлении ваши действия варианты ответов проедете перекресток первым уступите дорогу только встречному автомобилю уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом и четвертый вариант уступите дорогу обоим транспортным средством здесь ответ я возьму 3 наверное уступить дорогу только автомобилю с ключ с включенными проблесковым маячком автомобилю дпс вариант номер 3 принято следующий вопрос кому вы должны уступить дорогу при повороте направо варианты ответов только пешеходу переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу второй вариант только пешеходам переходящим проезжую часть на которую вы поворачиваете и третий вариант всем пешеходам здесь тоже как бы спорный будет ответ вот первый пешеход он правильно приходит дорогу до по пешеходному переходу а те которые справа не как будто нужно как будто нарушать правило но тем не менее автомобиль же должен пропускать пешеходу мне кажется всем пешеходам всем пешеходам все ряд номер 3 принято следующий вопрос этот дорожный знак предупреждает варианты ответов о приближении к скользкому участку дороги о приближении к мокрому и загрязненному участку дороги и третий вариант о приближении к участку дороги где возможен выброс гравия либо щебня из-под колес здесь ответ 3 вариант номер 3 до принято следующий вопрос в каком направлении вам разрешено движение вариант ответов только налево и в обратном направлении прямо налево и в обратном направлении и третий вариант в любом здесь тоже как-то спорно я выберу второй ответ прямо налево и в обратном направлении вариант номер два принято следующий вопрос можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон варианты ответов можно можно если грузовой автомобиль а двигается со скоростью менее 30 километров в час и третий вариант нельзя и здесь выбер второй ответ можно если грузовой автомобиль а двигается со скоростью менее 30 километров в час и последний вопрос вы намерены выполнить разворот ваши возможные действия варианты ответов отказаться преимущество в движении и приступить к развороту после проезда легкового автомобиля второе выехать на перекресток первым и уступив дорогу легковому автомобилю закончить разворот и третий вариант допускается оба варианта действия так здесь тоже как-то спорно по идее вот этот автомобиль должен меня пропустить но мне кажется допускаются оба варианта действий допускается вариант номер три хорошо так ну что наша участница кланура ответила на все десять вопросов и сейчас результаты проверить проверить преподаватель учебного центра фаворит наталья ленских здравствуйте кланура здравствуйте вы ответили на 10 вопросов и первый вопрос был сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги здесь вы ошиблись на данной дороге две полосы движения одна полоса попутного направления, одна полоса встречного направления. На дороге две полосы движения. Вы буксируете несправный автомобиль. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте? Ограничение скорости при буксировке у нас не более 50 км в час. Вы ответили правильно. Действительно, можно продолжить движение только по правой полосе. Кто должен уступить дорогу? Вы не сомневались, это был правильный ответ. Действительно, водитель легкового автомобиля. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Вы ответили разрешено только после проезда перекрестка. Но вы правильно думали, что двигаетесь по главной дороге? Действительно, на главной дороге, на нерегулируемом перекрестке, при движении по главной дороге обгон все-таки разрешен. Можно обогнать. Это был неправильный ответ. Следующий вопрос. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия, и вы правильно ответили. Действительно, уступить дорогу необходимо только автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Кому вы должны уступить дорогу при повороте направо? Несмотря на то, что вы ответили правильно, действительно уступить дорогу мы должны всем пешеходам, но вы сомневались в ответе. Но я хочу вам напомнить правила проезда перекрестка, в частности, что водитель, поворачивая направо или налево, обязан уступить дорогу пешеходам. Поэтому сомневаться здесь не надо. Нужно уступить дорогу всем пешеходам, независимо от того, где они переходят проезжую часть. А пешеходам разрешено переходить проезжую часть по продолжению линии тротуара. Этот дорожный знак предупреждает, и вы дали правильный ответ, действительно, о приближении к участку дороги, где возможен выброс щепня или гравия из-под колес. В каком направлении вам разрешено дальнейшее движение? Со стороны левого бока, когда правая рука вытянута вперед, нам нужно двигаться прямо налево в обратном направлении. Вы дали правильный ответ. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Здесь вы ошиблись. Если вы внимательно посмотрите на картинку, вопрос идет о легковом автомобиле, который находится между грузовыми автомобилями. И грузовик Б уже подал сигнал поворота, то есть он приступил к обгону, к повороту. В этом случае обгонять, конечно, нельзя. Вы должны дождаться, пока грузовой автомобиль завершит свой маневр. Вы ошиблись. Вы намерены выполнить разворот. Ваши возможные действия вы дали правильный ответ. Действительно, можно выполнить любое из перечисленных действий. Клонура, вы ответили на 10 вопросов и ошиблись на 3 вопроса. Несмотря на то, что у вас небольшой водительский стаж, но я рекомендую всем любителям, всем водителям, профессионалам регулярно повторять правила дорожного движения, чтобы мы их не забывали. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие уважаемые телезрители, берегите себя, будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова